Стоит сразу уточнить, что речь пойдет не столько о каком-то отдельном помещении, которое было создано как убежище, сколько о различных местах в Таллине, которые будут отмечены вот таким специальным знаком, говорящим, что данное помещение используется и как место для укрытия. В этом и следующем году спасательный департамент отметит в крупных городах Эстонии места, подходящие для укрытия, а также разработает систему оповещения на основе сирены. Кроме этого, проведет повышение уровня готовности населения местным самоуправлением к кризисным ситуациям, приобретет необходимые средства и резервы для эвакуации, а также улучшит готовность к вероятной военной ситуации. На специальном знаке по треугольникам имеется надпись на эстонском языке, которая гласит, что данное место является помещением для укрытия. Хотя возникает вопрос, а планируется ли устанавливать такие знаки с надписями на других языках, как, например, русский, английский, или в связи с прибытием беженцев также на украинском, например. Сейчас все таблички будут оснащены надписью на эстонском языке, но сам треугольник является международным знаком, который означает, что это место для укрытия, так что он многим знаком. Сейчас у нас нет в планах переводить надпись на другие языки, но если это будет необходимо, то мы это сделаем. В Таллине планируется обозначить местами для укрытия более 20 различных мест. Это социальные объекты, но, по словам мэра Таллина Михаила Килварта, на самом деле в столице таких мест гораздо больше. Необходимо также разработать логистику для таких мест, обеспечить их всем необходимым, а также прочитать тактику информирования населения. Вообще, согласно законодательству, кризисное управление и подготовка к кризисам – это задача государственных властей. Но, как показывает практика последних двух лет, местные самоуправления не могут остаться в стороне, потому что, конечно, в итоге нам приходится решать целый ряд проблем, и очень часто мы остаемся одни с решением этих проблем. Поэтому, несмотря на то, что это государственная задача, государственная обязанность, мы должны об этом задуматься и должны заняться подготовкой. Правительство в конце марта приняло решение выделить на внутреннюю безопасность 86 миллионов евро, из которых больше половины пойдет на гражданскую оборону. То, какая сумма будет выделена на каждый год, еще выясняется. И стоит напомнить еще раз – наличие таких мест – это не повод паниковать. Но мы прекрасно понимаем, что они нужны в случае различных кризисных ситуаций. Ведь фразу «предупрежден, значит вооружен» еще никто не отменял. Сергей Овченков, Роман Васильев, Йонас Киммель. Новости Таллина.